Игорь Александрович, приветствую вас. Пригожин жив и замышляет отомстить Путину после смерти своего двойника. Daily Mail пишут. И также вот есть информация о том, что возле могилы Пригожина заметили жену двойника Пригожина. Вообще, про двойника что-то мы ничего не слышали, как и про жену. Какая-то интересная новая информация. Возможно, я что-то пропустил. Но всё же, вот интересна ваша оценка о событиях этих. Ну, вы знаете, вообще конспирология в условиях войны, в условиях неопределённости, в условиях стресса и травмы, которые переживают сегодня все, ну, практически все люди в Украине и значительная часть нормальных, меняемых, психически здоровых россиян, которые воспринимают эту войну как трагедию для своей страны и для Украины вообще как огромную боль. Естественная реакция – это стресс. Естественная реакция – это травма. И частью реакции организма, частью человеческой психики, реакции человеческой психики является появление и поддержка всевозможных конспирологических версий. Одна из них, вот эта версия, что… Ну, слушайте, вот я хорошо знаю нескольких человек, который постоянно в условиях, как реакция вот на то, что в России вот уже 23 года торжествует фашистский режим. Вот у нас есть профессор Соловей, который буквально каждый день говорит о том, что… И это происходит уже лет 10, наверное. Профессор Соловей каждый день говорит о том, что Путин смертельно болен, и что вот уже буквально на следующей неделе он умрет, или что на следующей неделе соберется консилиум, который отрешит его от власти, и к власти придет там либо хунта, либо… Ну, в общем, что-то другое. День проходит, неделя проходит, годы проходят, постоянно проходит год за годом, и вот профессор Соловей снова выходит с идеей, что Путин тяжело болен, в ближайшее время умрет. Значит, точно так же, как только произошло то, что произошло, значит, была показательная демонстративная казнь Пригожина на глазах у всего мира, тут же вышел профессор Соловей и стал рассказывать о том, что Путин, вернее, Пригожин жив, и что он там усмехается где-то на вилле, я не знаю, в латинской, в Африке, еще где-то. В общем, короче, так. Есть еще один персонаж в наших интернет-просторах, это некто, значит, с псевдонимом генерал СВР, который тоже опубликовал якобы существующие телефонные или какие-то там переговоры Путина с Пригожиным, который тоже жив, и когда они мило беседовали, и, значит, договаривали, и говорили, все в силе, так сказать, наша договоренность о разделе сфер влияния, она все в силе и так далее. Ну, вот подобного рода конспирологические версии, они существуют, и, к огромному сожалению, и западная пресса на них клюет. Клюет, ну, известные же, слушайте, вот есть замечательные, замечательные труды выдающегося немецкого социолога Николаса Лумана, который назвал 10 признаков, 10, вернее, факторов, благодаря которым события становятся новостью. И одним из главных этих признаков – это сенсационность. Вот если мы сейчас с вами поговорим, я могу гарантировать, что мы с вами можем сделать нашу с вами программу абсолютно сенсационной. Например, если мы с вами сейчас начнем распространять, условно говоря, версию, что на самом деле это, я не знаю, двойник двойника, Пригожина, так сказать, на сегодняшний момент собирает армию где-нибудь, я не знаю, в Южной Америке и собирается нанести удар по Кремлю и уничтожить двойника Путина, который долгие годы, оказывается, заседал в Кремле. Ну, в общем, скажем так, я думаю, что вот такой вот фантазии у любого человека хватит, чтобы придумать такую конспирологическую версию, ну, забористую-забористую такую, да? Можно это прочитать с выражением, сослаться на целый ряд каких-то источников с серьезным выражением лица, сказать, что вот, вы знаете, вот показать, вот потрясти еще какой-нибудь бумажкой, сказать, что у меня распечатка телефонных переговоров, есть и так далее. Ну, рейтинг нашей с вами программы скорее всего взлетит довольно серьезно, ну, если это подготовить, если сделать это все правдоподобно и так далее. Но, вы знаете, вот я не знаю, как кому, а мне мама в детстве врать не велела. Вот, и поэтому ущерб популярности и распространению нашей с вами программы при всем желании, чтобы ваша программа, ваша журналистская деятельность, она получила большой резонанс, я все-таки на это не иду. Ну, а есть люди, которые вот подобного рода хайп с удовольствием употребляют. Так что вот я считаю, что это, это, в общем, ну, такая вот, это история, скажем так, из области, из области развлечения. Я в целом не могу сказать, что я очень плохо к этому отношусь. Но это развлечение, понимаете? Эти люди ведут себя как конферансье. Вот они развлекают публику всякими сказками. Ну, бог с ним, пускай развлекают. Но я в этом не участвую. Да, я понимаю вашу линию размышлений. Ну, могу только прокомментировать, что, наверное, некоторый фактаж смущает. Все-таки мы не видели тело. И странное поведение Пригожина, которое, ну, по сути, прям заманивало Путина, провоцировало его. Ну, вот лакомый кусочек, все 10 человек командования сели на один борт. Ну, как тут грех не сбить? И эта странность, она, конечно, смущает людей. И на фоне этого, возможно, вот имеем такие различные заголовки. Вы знаете, если позволите, я прокомментирую вот этот ход ваших размышлений. Значит, ну, первое, насчет тела. Понимаете, похороны были, как мы с вами прекрасно знаем, в обстановке невероятной секретности. То есть главная задача Путина после того, как он демонстративно, показательно, так сказать, казнил Пригожину на глазах у всего мира, главная задача его была стереть, вообще, Пригожина из памяти народной. И эти похороны, они осуществляются в обстановке секретности. Главная задача заключалась в том, чтобы не позволить вот этому мифу о выдающемся полководце Пригожине и о его чудо-богатырях, не позволить этому мифу дальше существовать и как-то потихонечку, потихонечку стирать этот миф из народной памяти. Именно для этого похороны, как заявляли по требованию близких родственников, ну а близким родственникам в данном случае, видимо, Пригожин являлся, видимо, лично Путин, вот эти похороны были закрытыми, тайными, там кругом было несколько, несколько, так сказать, отвлекающих маневров, значит, давались сигналы, что эти похороны там на одном кладбище должны быть, потом в результате на другом. Это все, и самая главная задача, там везде ФСБшники и ФСОшники, и полиция, так сказать, все перекрывали. Ни одной видеотрансляции с этих похорон не было, потому что вот именно эта задача ставилась, чтобы вообще, так сказать, тихо-тихо, то есть, ну, условно говоря, где-то там прикопали у дороги человека, и все. Значит, Пригожин, герой России, никто не, ну, статус имеет герой России, я сейчас не говорю, что он действительно герой России, он имеет эту звезду, герой России, и по статусу герой России, это его похороны должны быть официальными, должны были быть, значит, сопровождение военным, он должен был быть накрыт государственным флагом России, и должен был быть салют в его честь. Ничего этого не было, как известно. То есть, в прессе из федеральных каналах меньше минуты на одном канале было, в остальных каналах вообще не было ничего. Тишина. То есть, задача на сегодняшний момент у Путина, это, что называется, стереть Пригожина, все его наследие, там, ЧВК «Вагнер», утилизировать, то есть, часть должны быть вагнеровцев растворены в Министерстве обороны, другая часть должна быть переподчинена. Уже известно, кто будет наследником Пригожина в Африке. Это, значит, достаточно известный военный преступник Аверьянов, который, так сказать, сейчас заступает на хозяйство Пригожинской в Африке. Так что постепенно, потихонечку переворачивается вот эта вот страница под названием Пригожин, ЧВК «Вагнер» в современной истории России. Путин делает все для того, чтобы ее стереть. Ну, а что касается тела, ну, слушайте, значит, в условиях вот такого секретности кому нужно предъявлять какое-то тело? Значит, все делается, информация о том, что, как, где, каким образом все это происходило, она всячески скрывалась. Поэтому я думаю, что, ну, в общем-то, скажите, пожалуйста, даже если бы тело было предъявлено, то, значит, как вы думаете, лютые конспирологи типа вот этого генерала СВР или профессора Соловья, им бы это помешало сказать, что это тело поддельное и даже анализы ДНК, если бы они демонстрировались, тоже сказать, что это все фальшак. То есть это же, понимаете, конспирологи не знают границ. Они даже, если им все предъявят, они все равно будут говорить, что нет, на самом деле это все двойники. Поэтому, ну вот, ну и кроме всего прочего, понимаете, что касается наивности Пригожина, ну, слушайте, кто сказал, что авантюрист Пригожин, лютый авантюрист, безусловно, человек, который рискнул идти на вот такой вот авантюру, захватил Ростов, пошел на танковую, ну, вернее, не пошел, послал танковую бригаду на Кремль, остановился в 200 километрах от Кремля, пошел на какие-то переговоры, отдал себя полностью во власть Путина, простите, вот полностью просто дал себя во власть Путина, поверил переговорщику, кому Лукашенко, ну, вот скажите, пожалуйста, что это говорит о человеке? О человеке это говорит то, что этот человек, ну, ну, не Сократ, не Спиноза, в общем-то. Да, авантюрист, да, очень, очень энергичный, невероятно жестокий, жестокий уголовник, авантюрист, обладающий, безусловно, так сказать, хваткой, благодаря своей жестокости, энергетике, много чего добился, наворовал, скорее всего, десятки миллиардов, но, простите, а кто сказал, что он вообще уж очень умен? Вот действия, ну, предыдущие действия, в которых не стоит сомневаться, они показывают что? Они показывают, что этот человек, в общем-то, достаточно авантюрен, и, ну, он просто делает глупости, потому что очевидно совершенно, что он был мертв уже 24 июля, а совсем не 23 августа, когда его взорвали, поэтому, ну, вернее, вина вот июня, в момент этого мятежа, потому что очевидно, что, ну, как говорил другой авантюрист и преступник Владимир Ильич Ленин, с восстанием шутить нельзя, восстание, если ты начинаешь, надо идти до конца, ну, в данном случае, вот, Владимир Ильич Ленин, хотя, в общем-то, понятно к нему отношение, но он был человеком явно на несколько голов умнее, чем Пригожин, и он знал, о чем говорить, с восстанием шутить нельзя, замахнулся, бей, начал восстание, только наступление, только доведение до конца, иначе, как известно, так сказать, неудачное восстание называется мятежом, что и произошло с Пригожиным. Так что, вот, аргумент, что странное поведение, ну, да, не сократ, не сократ. Логичное, я понял вашу мысль, что оно не изменяло своим традициям. Да, Игорь Александрович, ну, будем делать, значит, наши разговоры более конструктивными и основываться на фактах, но, знаете, конспирология, как мне кажется, это все-таки тоже часть нашей фауны, и наши зрители также на нее, да, подвержены влиянию, поэтому мы не можем тоже игнорировать. Нет, здесь, если вы почему-то решили, что я здесь как-то критически это оцениваю, да, безусловно, мы живем в мире этих мифов, мы живем в мире этих конспирологических версий. Я же начал наш с вами вот ответ на ваш, не вопрос, а на ваше размышление, тем, что это вполне понятно. В условиях постоянного стресса, который сейчас испытывают практически все, без исключения украинцы, потому что, ну, идет война на уничтожение. Конечно, люди обращаются, кто-то к религии, кто-то к конспирологии, кто-то там, я не знаю, так сказать, как-то иначе реагирует, но конспирология это ответ на стресс, это закономерный ответ. Другое дело, что, в принципе, ну, вот я считаю своим долгом как-то противодействовать этому, потому что, да, это понятный, понятный ответ на стресс, на ту травму, которую испытывают подавляющее большинство украинцев, и многие россияне, у которых есть совесть, и которые понимают, что делает их страна, но, тем не менее, в общем-то, конспирология это все-таки, это все-таки ложный путь, и здесь надо все-таки как-то этому противостоять, что я по мере возможности пытаюсь сделать. Возвращать на путь истинный. Путин согласился посетить Китай в ходе первой поездки после ордера на арест. Это будет первая заграниченная поездка российского диктатора после выдачи Международного уголовного судом ордера на его арест в марте. Вообще, вот подвижки какие-то мы видим, начинаются. То есть, поехал Эрдоган, уже намылился, как говорится, в Китай поехать. Ну, не знаю, вот непонятно, если честно, что это за история, поедет или нет. Там же, как бы, война еще не закончилась, и как она будет развиваться, тоже большой вопрос. Но вот начинают об этом говорить, что странно. Ну, и параллельно сюда же добавлю новость, что Китай официально признал территориальные претензии к России. Китайский государственный сайт «Картографичный сервис стандартных карт» выпустил новый официальный одобренный комплект географических карт за 23-й год, которые предназначены для использования в качестве иллюстрации в новостях, книгах, рекламных материалах. И вот две картинки показаны. В общем, в частности, спор, тянущийся с 1860 года по Большому Уссурийскому острову, решен в одностороннем порядке. Теперь он принадлежит Китаю. На картинках на одной фрагмент взятой из карты о том сервисе, который говорил о китайском, видно, что там вот этот выступающий аппендикс полностью принадлежит Китаю. На другом фрагменте как оно, собственно, и должно быть согласно нормам демаркации между Россией и Китаем. Вот такая вот интересная картина завязывается. Вы знаете, что касается, ну, я начну с вашего разрешения, с последнего. Это вот этот вот картографический или географический спор. Дело в том, что на сайте правительства Китая до сих пор висит карта Китая, на которой вообще вся территория полтора миллиона квадратных километров, начиная от Владивостока и Дубайкала по левому и правому берегу Амура, она, так сказать, покрашена в китайские цвета и названия там приведены совсем не русские, а китайские. Это вся та самая территория, которая в середине 19 века была, так сказать, оккупирована, узурпирована, отвоевана Российской империей у Китайской империи. Так что и сейчас она, Китая считается, считает ее своей территорией, считает незаконно оккупированной территорией России и собирается ее возвращать. Так что вот, да, этот конкретный участок это более поздняя история, но тем не менее в целом у Китая такие исторические, историко-географические претензии к России гораздо более обширные. И я думаю, что при ослаблении России оно неизбежно. Китай об этом никогда не забывал и поэтому в общем-то он воспользуется любым ослаблением России серьезным и в конечном итоге этой территории постарается себе вернуть. Я думаю, что у него, у Китая это получится. Это первое. Что касается визита. Ну, во-первых, надо все-таки дождаться. И я, ну, действительно, Путин пропустил чрезвычайно важный для него визит на на сессию Брикса. Это очень, пятнадцатая сессия Брикса, она была очень важной для него. Он там, в общем-то, конечно, конечно, так сказать, Лавров не был никакой ему заменой, но тем не менее он туда не поехал по понятной причине. Ему там прямо сказали, значит, президент ЮАР Ромофоса открытым текстом просто сказал, что не надо к Путину приезжать, потому что он вместо Юно-Африканской республики отправится в Гаагу. Ну, прямо, почти открытым текстом было сказано. Намечалась поездка в Турцию, и Эрдоган его приглашал в Турцию. Путин испугался ехать в Турцию, просто откровенно испугался. Я думаю, что главная причина это то, что, хотя Турция и не является участником римского статута, который означает, что вот этот ордер, выданный на арест Путина международным уголовным судом должен был быть в Анкаре исполнен. Но, тем не менее, Эрдоган, в общем-то, человек достаточно амбициозный и поэтому и коварный, прямо скажем, и поэтому исключить совсем возможность, что он воспользуется ситуацией, если Путин приедет, то Эрдоган поддастся соблазну стать человеком года, а именно человеком, который прекратит войну одним движением, это очень легко, прекратить войну таким образом, просто передаст его приставам международного уголовного суда, и тем самым просто война закончится, и, в общем, Эрдоган получает Нобелевскую премию мира, а мир и человечество получает прекращение войны в центре Европы. Вот поэтому, в общем, я думаю, что в голове Путина понимание того, что этот серьезный соблазн Эрдоган может не выдержать, оно присутствует поэтому, в том числе, прежде всего, поэтому Путин не поехал в Анкару. Что касается поездки в Китай, ну, здесь вероятность того, что Си Цзиньпин в общем, как-то передаст Путина в руки значит, гаагского правосудия, она весьма невелика, я думаю, что такая вероятность просто отсутствует, потому что, ну, здесь у, так сказать, Си Цзиньпина, у Китая совершенно другая позиция, Си Цзиньпин собирает по всему миру противников Соединенных Штатов Америки, и вот это вот гигантское расширение сразу на превращение из пятерки в достаточно большую, большую, некоторую такую, правда, очень рыхлую, но коалицию стран из 11 крупных стран, это речь идет о расширении Брикса, это расширение под Китай, конечно, для Китая, для Си Цзиньпина очень важно сейчас сохранить какое-то вот единство в этой достаточно рыхлой коалиции, поэтому, конечно, вероятность того, что Си Цзиньпин сдаст Путина Гааги, она просто равна нулю. Но здесь другая история, я не знаю, как оценивает Путин на сегодняшний момент крепость своего тыла, Дело в том, что есть очень неприятные рифмы исторические, дело в том, что заговор и свержение Хрущева произошло, когда Хрущев выехал из Кремля и оказался в Крыму. Значит, примерно та же ситуация была и с заговором, это было уже в 1991 году, когда Горбачев тоже решил отдохнуть, съездить тоже в Крым, кстати говоря, и он там находился и как раз в этот момент, пользуясь его отсутствием, пользуясь тем, что он отдыхал, не находился на рабочем месте, состоялся ГКЧП. То есть была попытка его свержения, ну, собственно говоря, так в конечном итоге он власти потерял Горбачев. И поэтому Путин уж какие-какие так истории, он, конечно, знает очень плохо, но подобного рода исторические примеры, безусловно, ему известны, а если неизвестны, ему подскажут. Поэтому, ну вот эта опасность может сработать. То есть, еще раз говорю, вероятность того, что он поедет в Китай, она очень-очень велика, потому что бояться ему там нечего. В плане, так сказать, перемещения в Гагу такой возможности нет. А вот насчет того, что может произойти в его отсутствие, насколько опасно надолго отрываться от своего, так сказать, рабочего места, от своего бункера, вот здесь есть вопрос. Но все-таки, я думаю, что поехать, он поедет. Услышал ваш ответ. Игорь Александрович, спасибо большое за этот диалог, за ваше время, за эти размышления. Игорь Аковенко, российский оппозиционный журналист. Марк, витаю вас, слава Украине. Рад привет всех зрителей. Европейские партнеры переживают, что Байден напередодні виборів штовхатиме Украину до мирных переговоров. Про это пишет видание Bloomberg. Продовжение военної допомоги стае все сложнее, начебто для США, в частности, запасы боеприпасов виснаживаются. И великое значение мает и политическая ситуация в стране. Что вы думаете с этого привода, что надалее будет и с помощью Украины и от стран-союзниц, и что это иде процесс примусу Украины до переговоров с Россией? Ну ситуация уже непростая. Она непростая. Я уже много раз характеризовал ее. В течение августа, ну может с июля, она начала меняться. Она начала меняться и меняться из-за выборов в Соединенных Штатах. Это правда. Потому что уже все больше признаков того, что конкурентом Байдена будет Трамп. И Трамп не теряет в очках, так сказать, на начавшихся уже дебатах между кандидатами от республиканской партии и имеет достаточно серьезные шансы на номинацию в качестве основного кандидата. И поразительное дело, ни суды, ни следствия обоснованы абсолютно в отношении Трампа, они ситуацию кардинальным образом не изменили. Американские избиратели, голосовавшие за Трамп, поддерживающие Трампа, остались, ну в общем, на тех же позициях. Они верны именно этой кандидатуре. и высока вероятность, что вполне может статься, что именно Трамп и будет номинирован в качестве конкурента Байдена. Это с одной стороны. С другой, понимаете, какая ситуация? Действительно, на фоне войны у Байдена, который живет на девятом десятке, шансы понижаются. Вот если активная фаза войны будет, то есть будут продолжаться вот той же интенсивностью боевые действия, то это плохой фон для кандидата Байдена. Для Трампа хороший. Трамп будет говорить, ну вот видите, он довел до войны и даже победить не смог в этой войне. Сейчас мы даже опустим его про московские заявления Трампа, это отдельный вопрос. Но он может сказать, слушай, при мне войны не было, как он говорит, что, конечно, лукавство бесспорно, да, а вот он привел в Америку войну. Точнее, он не начал войны. Трамп заявляет, что за свои 4 года, с 16-го, пока он был президентом, когда он был выбран, Америка не начала ни одной войны. Понимаете? А тут как бы у него аргумент, вот смотрите, общественное мнение, наблюдайте, война идет, и он не смог ни да, ни нет. То есть он не помог оружием так, чтобы победить в этой войне Украину, но и дотянул конфликт, собственно, там, за там, тому моменту будет уже два с половиной года до того, что вот на фоне выборов это происходит. И в Трампской администрации это понимают. Они это понимают, они к этому готовятся, они изучают ситуацию, и альтернативой видят не, как это ни странно, допомогу в нужной степени военной помощи, почему не дали ракеты Атакамс, почему не посодействуют получению Таурусов. Самолеты ЭК-16, несмотря на принятые решения, появятся только, ну, в лучшем случае, в январе, там, ну, в конце этого года, в начале следующего. Это хороший вариант. Это говорит о чем? О том, что американцы делают ставку на переговоры. Безусловно, может быть, не полностью, не 100%, но ставка есть. Что Москва пойдет на какие-то попятные, на уступки, и тем самым ситуация сама вырулится каким-то переговором и приведет к остановке боевых действий. Я бы этого не исключал. Это очень угрожающая вещь. Ее не до конца осознают в Украине, а я вот как бы изучаю ситуацию, я могу ответственно сказать, что эта ситуация нарастает. Она нарастает именно в силу американской выборов и меняющегося общественного мнения. В Америке она не так заметно изменяет общественное мнение, да, потому что, что-таки большая страна 330 миллионов, а в Европе ощутимо меняется общественное мнение. Ну, как бы вот я изучаю социологические опросы и так далее, то, что пишет европейская пресса, меняется отношение к войне, люди устали. Это угрожающий фактор, но пока еще не в критической степени, еще пока Украина может предпринять усилия для того, чтобы эту ситуацию изменить. наверное, военно-политическое руководство, дипломатическое ведомство Украины, наверное, какой-то план имеет на этот счет. Я думаю, какие-то факторы должны заработиться, но пока, я повторяю, ситуация выглядит, развиваясь по ухудшающей траектории. Деякие наши украинские эксперты, они навпаки, вважают, что Соединенные Штаты Америки уже точно решили, что Украина не просто не програти, а мая перемогти. Тому они оце погодили нам винищувачі F-16. Зараз большинство страны Европейского Союза так же и в Соединенных Штатах Америки увеличивают свои мощности производства оружия. Мы видим новые пакеты помощи для Украины и что, начебто, основный удар он планируется приблизительно на весну. И действительно, у Байдена по суті, если за вашей логикой, то еще есть время для выборов, чтобы выиграть эту войну. Да, но для этого все надо передать сейчас. Чтобы весной осуществить новую фазу контрнаступления Украины, эти все средства надо передать сейчас. Не весной, а сейчас. Понимаете, Украина должна все получить до, как минимум, конца зимы этого года, 23-го. Тогда весной можно подготовить нормальное наступление. А если будут передавать АТОКОМСы и там другие средства, которые не хватают Украине, ну это и количественные боеприпасы и другая техника недопоставленная. Вот была публикация в Гарден, об этом не заявляет Генштаб ВСУ, но недопоставленные какие-то виды бронетехники и танк, кстати сказать. Ну я опять же не отвечаю за эти цифры, так пишет западная пресса. Наверное, у них свои источники есть и на Западе, и может быть в Украине, но если это действительно так, то эту проблему, если есть намерение решить вопрос так, чтобы Украина победила, надо передавать сейчас. Решать вопрос сейчас, потому что если опять дотянут до весны, то весна начнется и опять вот эти «А вы нам вовремя не дали, поэтому мы не подготовились». Понимаете, о чем речь? То есть как бы время утекает и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я не говорю о том, что она не может измениться в лучшую сторону, просто это является предметом заботы, нужно обратить на это внимание, потому что сроки уходят и война все длится и длится, а повторяю, мы же не можем точно говорить, что будет происходить весной. Что предпринят российская сторона, они вот грозятся наступлением в октябре, мы не знаем, потому что пока они особо успехов не добились на Купинском направлении, несмотря на тяжелые бои на востоке, там. А мы не знаем, как изменить ситуацию, поэтому вопрос все решать надо сейчас, куда их тянуть. Деколька слів про Пригожина. Слідчий комитет России голосил, что генетичная экспертиза подтвердила, что Пригожин так и загинув, и все те 10 осіб, которые были на борту літака. И в Институте вивчения війни припускают, что Министерство оборони Росії может быть более зацикавлено у смерти засновника ПВК Вагнер и самого Пригожина, чем российский диктатор. Потому что российские так званые воинкоры ствердят, что Миноборона активно высунула умови для припинения деятельности Вагнера на Близькому Сходе и в Африце и еще до смерти самого Пригожина. И тому, очевидно, что это было вигодно больше им. То, на вашу думку, это все организовали Шойгу и Герасиму, потому что без погоджения с Путином этого не вышло. Это специально разгоняется версия, чтобы отвезти от Путина обвинение. Это специально замканалом нам приказали изображать. Одним сказали изображать, что он жив и где-то его спрятали, а другим изображайте, что Путин здесь ни при чем. Это абсолютно последовательная линия пропагандистская. Она ни к чему, кстати, не ведет. Мне не нужно подтверждения со стороны СК итогов генетической экспертизы, чтобы сказать, что Пригожину убили. Для меня это очевидно, потому что есть мотив, самое главное. Путин был заинтересован в устранении вот этой среды вообще, потому что он же убил не только Пригожину, но и вот этого Уткина, Чекалова и других весьма существенно значимых лиц для ЧВК Вагнера. Он их всех убрал одномоментно, не говоря уже о самим ЧВК Вагнер, который, безусловно, в том виде, в котором он был, оно существовать не будет уже никогда. Никакого ЧВК Вагнера не будет никогда. Останутся люди, их просеют, одних отправят на фронт, одних отправят в Африку, третьих отправят в Сирию, четвертых отправят в тюрьму. Это уже вопрос техники. Этим будут заниматься оперативники ФСБ. Это совершенно другая ситуация. Но в целом ЧВК Вагнер, как его знали раньше, прекратило вообще свое существование. Будут там какие-нибудь еще, может, Редут, Шмидут, какие-то еще вещи, будут контракты с Минобороны, но это все другое уже. Не будет Пригожинско-Уткинской вот этой структуры с большой вольницей, так сказать, с большими деньгами и с невероятными правами. Хочешь кувалду убивай, хочешь зэков убери. Что касается, значит, принимало ли участие Шойгу и Герасимов в убийстве по согласованию, при участии, при главном роли Путина, наверное, если действительно самолет сбили из С-300, если, то, конечно, без Минобороны не обошлось. Ну, могли, конечно, и не ставить в известных деталях, но общий смысл, что техника использовалась, наверное, конечно, это как-то, в общем, на своих уровнях это обсуждалось и как-то принимались решения. Заинтересованы ли были в этом Пригожин, извините, в убийстве Пригожина Шойгу и Герасимов? Ну, конечно. Он же их оскорблял, он же их демпинговал, он требовал их отставки, а что бы им не быть заинтересованным? Они как раз протагонисты этой темы и наверняка убеждали Путина, что это лучше всего сделать. Допускаю такое. Но без Путина этот вопрос решен быть не мог. Это невозможно. СНН пише, что курортный сезон в Криму практически полностью провалился через безопасную ситуацию. Крим экономично зависит от туризма, поэтому оккупационная влада продолжает как-то заохочевать приезжих, пропоняет им разные снижки, но они не работают, люди не хотят ехать до Криму ищут. И пишет эта контрольная РФ-адміністрация, что средний ревень бронювания у серпня становился 40%. Большість готельных номерів цього літа залишилися порожніми. Ну, и тем часом у Кримській Алушті на набережній встановили мобілізаційний пункт. Там роздают рекламные буклети про вербування на війну и також дают змогу людям пофотографироваться зі зброєю. Зараз попрошу наших режисерів навіть показати ці фото. От, как вы гадаете, яка подальша доля Криму и чи готуются окупанти, зокрема, до мобілізації там, ну, як бачимо, що очевидно готуються. Ну, і що можна сказати про курортний сезон? Виходить, що із гарячого сезону у гарячу точку. Не, ну, какой курортний сезон? Там несколько сот кілометров доліні фронта, так сказать, кілометров 300, наверное. Ну, о какому вообще курортному сезоні, в принципі, можна говорити? Нормальний чоловік в такое місто не поїдет. Понимаете? І ви ж там видите в основному людей із, скажімо так, приграничних районів, там, условно говоря, Краснодарського края, ще откуду-то. В основному, основная масса именно оттуда едет в Крим. Безусловно. А та части населения из России изнутри, ну, во-первых, это і дорого, це і движення багато, це скільки туди їхати, она, в общем, як і раніше. Те, хто може, летять в Турцію, у кого дінги позволять, ну, і в інші місто, безвізові. Про курортний сезон говорить нечого, так сказать, ну, невозможно жити і віддыхати на военній базі. Я вот не представляю, як це. Значит, вечні проблеми с ударами по території Криму, они же тоже нередкі. Вот мы говорили о Москве, а что, в Криму меньше, что ли, взрывается? Ну, що це за курорт, который може взлететь на воздух в любую минуту, хоть Крымский мост, хоть какие-то там объекты внутри самого полуострова. Так что нет, ну, про курортний сезон говорить нечего. Да, русский турист, вот такой, который просто отдыхать, бухать, ему все это, честно говоря, фиолетово. Они любят саспенс. Но курортом это нельзя назвать, это другой вид отдыха, экстремальный. Понимаете? Что касается призывных пунктов или вот по контракту рекламных таких шатров и так далее, ну, ну, они сейчас везде по всей России такое устанавливают. Понимаете? Это же не только в Крыму, на набережной. Хотя вот удивительное дело, что рекламировать тем, кто, значит, греет пузо, значит, рекламировать курорт? Или рекламировать, что ты можешь вернуться в пакете на этот же курорт? Я думаю, что пока, во всяком случае, это все больше шаги по обвыканию населения с войной. Понимаете? Их надо приучить. Потому что если будет мобилизация, спрашивать же не будут. Контракт, не контракт. Просто заберут, и все. Если реально у Москвы есть планы провести мобилизацию на 350-400 тысяч людей, то а что рекламировать по контракту? Ты уговаривай, не уговаривай. Тут-то ты получишь одномоментно, принудительно, сколько захочешь, сотни тысяч потенциальных будущих участников войны в Украине. Поэтому, я думаю, ну, как бы приняли они там в Министерстве обороны какую-то программу, осваивают деньги, вот, дают из автомата, АК-100, что ли, я вот не разглядел, дают потрогать его, там, фотографироваться. Ну, здорово. Я не думаю, что это сильно замотивирует, когда ты идти по контракту. Вот я как-то совершенно не убежден. У Кремлі вирішили, что на выборах президента РФ у 2024-му році не рееструватимуть кандидатів молодших 50-ти років, аби Путін не виглядав старым дідом, повідомляє видання «Медуза». И вот за оцінкою чиновників адміністрації президента, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, что 70-ти річний Путін уже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою. Ну, насправді, дуже цікава інформація, тому що, навіщо, яка взагалі різниця, скільки років тим кандидатам, якщо про так звані вибори президента нам і так все вже давно всім відомо. Ну, Конституція предусматривається 35-тилетний ценз, то есть, чоловік, додігший 35-ти лет, по-моєму, може баллотуватися в качестве кандидата президента РФ. Ну, суть не в цьому. На самом деле, це вообще никакого значення не має, никакой ролі не грає, тому що вибори даже не має формальної сторони. Ну, не зарегистрирують этих кандидатів. Кака разница? Зарегистрирують других, що у них своїх кандидатів більш молодих до 50-ти лет нету. Конечно, є. Але якась-то суета вокруг виборів, вона ж необхідна для того, щоб, во-первых, декорувати диктатуру тоталітарну, яка установилась в Росії. Ну, то есть, Сталину же тоже формально выбирали. Ну, там, ступенчатые выборы были, и выбирали Верховный Совет, ну, и весь вот этот набор. При том, что наряду с советским органом были партийные органы, которые играли более решающую роль, и там выбирали на съезде генерального секретаря. Ну, система, которая сейчас при Путине существует, она, еще раз повторяю, формально декорирована под Конституцию и под ее формальные требования, что президентом выбирают, да, первое лицо должностное выбирают. Но, по факту, в реальности никаких выборов не существует, и вторая причина, она еще в том, что, ну, они просто не знают, а как еще можно, как вот его пожизненным монархом сделать, или кем, значит, каким-нибудь нацлидером, или бессменным президентом, ну, то есть, это для них сложная конструкция, под нее надо подводить идеологическую базу, другую, понимаете, не, так сказать, опираясь на норму закона, а там, на традицию, на идеологию, там, сделать его дуче, или там, богопомазанником, это для них сложно, потому что это обязывает к чему-то, потому что наряду с этим пожизненным обеспечением срока нужно еще и нести некую миссию, где Путин, и где миссия, понимаете, он утилитарен предельно, поэтому, ну, они соблюдают формальную сторону, но проведут эти выборы, наберет он 90%, как сказал, Песков, и что сегодня это процедуры сугубо бюрократические, ну, так, а ведь оно и есть, он там отбрехивался, что его не так истрактовали, а на самом деле он предельно точно выразил суть этатистского мышления всей этой системы, в котором государство само определяет, каким ему быть, без всякого участия народа и так далее, государство это в лице власти, там, властного класса, так называемой элиты, первого лица вот Путина и так далее, они сами определяют, так и кто, но не будут регистрировать кандидатов до 50 или 55 лет, ну и ладно, и бог бы с ним, понимаете, ну то есть ничего нету в легитимном поле, поэтому это все выглядит даже смешно, вся эта имитация на фоне войны, там, выборов, всего остального. Если анализировать последние события, которые происходят на территории РФ, то почти щодня безпилотники туда прилетают, так же и в тимчасово окупованном Крыму, а вот тут Путин не понимает, даже не будем привязываться до выборов, а взагалом, что чем дальше, тем гирше, что Украина уже проникнет повсюду. Ну, смотрите, война и без того уже идет почти скоро 18 месяцев, и, собственно, беспилотникам больше, беспилотникам меньше. Войну-то он закончить не может, а как он ее закончит? Нужно ее либо проиграть, либо победить. Победить он не может, проиграть ему тоже невозможно, то есть нужно оставиться где-то посередине. Поэтому понимание это не тот глагол, который определяет характер мышления Путина, понимаете? То есть для него не важно, сколько погибнет, какие куда долетят беспилотники, прибьют ли эти беспилотники какое-то количество людей, это его вообще не волнует. Картинку они доказали за эти 17 полных месяцев, картинку они создавать умеют. Они на периферию сознания вывели у людей посредством информационного воздействия тему ударов этих беспилотников. Это беспокоит элиту, потому что это их касается. Когда эти беспилотники прилетают в Москва-сити, на Рублевку, в Истринский район, это да, для них это беспокойство, доставляет истеблишменту, бизнесу, там всей этой челяди его путинской. А, простите, обыватели, они абсолютно равнодушны. Вот это констатация, которая пока, во всяком случае, доминирует, что ну и прилетают, и прилетают, не к нам же в окно прилетают. То есть, пока эффекта того, что человек чувствует свою вовлеченность в конфликт в войну тем, что он является объектом этой войны, и этого пока нет. А это, возможно, будет. Но мы не знаем, как будет действовать Украина, увеличит ли она количество беспилотников, увеличит ли она количество целей в Москве от ударов беспилотников. Это я не знаю. Ну, скорее всего, да, чем нет. Степень еще та, которую бы ощутил обыватель, рядовой, русский обыватель, она еще не достигнута. А Путину абсолютно на это плевать. Вообще его это не волнует. Совершенно. Марк Захарович, вам очень благодарю за информацию. Спасибо за то, что вы вернулись к нашему эфиру. Бажаю вам хорошего и спокойного дня. И напоминаю, что Марк Фегин, российский правосохранитель, был с нами на связи.